Всем привет, меня зовут Лебезов Александр, я являюсь мастером спорта по самбо и дзидо. Сегодня мы с вами посмотрим бросок обратная спина. Бросок начинается с захвата, мне обязательно нужен край рукава и отворот. Не советую брать плотный захват, захват на спине или ворот, потому что излишняя плотность может вас ограничить во время подворота. То есть у вас просто-напросто не будет пространства, где вы будете вращаться, поэтому двухсторонний. Для начала броска я должен сделать маленький рывок, чтобы он осел на дальнюю ногу, то есть спровоцировать его реакцию. Движение подготовки, то есть рывок вперед, у меня начинается с ног и тазом. То есть я тазом, руками и ногами показываю, что я хочу сделать бросок вперед. Тем самым я вызвал его реакцию, он у меня осел на дальнюю ногу. Это мне нужно для броска через обратную спину. То есть я вытянул руку мимо себя, второй рукой тоже уже вытягиваю вперед его, он не хочет, соответственно, вперед лететь. И я пользуюсь этим моментом и подворачиваюсь уже на обратную спину. То есть я сделал рывок и без паузы должен сразу провернуться. И после подворота, когда я перекрыл его уже спиной, я выпрямляю ножки и делаю само сбрасывание. Рассмотрим с вами движение ног. Первое подшагивание я делаю ближней ногой, это будет моя опора. Я ставлю ее немножечко на мысочек, чтобы проще было на ней крутиться. Поставили опору и делаем вокруг нее широкий шаг. Обязательно руку вытянуть сильно вперед, чтобы мое плечо оказалось у него в подночке. Не на уровне локтя, то есть рука должна пойти вперед. Выпрямляю ноги и уже потом вперед я его начинаю сбрасывать. Сбрасываю так, чтобы голова оказалась практически у меня между ног, ноги улетели вперед. Остальными ошибками при броске обратная спина является недошагивание до него, работа на прямых ногах. То есть если вы поставите ногу относительно него далеко, будете подворачиваться, создается большая дистанция, теряется плотность. И при этом очень тяжело вытянуть его руками. То есть просто-напросто он осядет и вы бросок не сделаете. Вторым моментом является перекрытие тазом соперника. То есть если вы не доворачиваетесь до него, он просто-напросто вас обходит в сторону. Поэтому при вращении вы должны практически противоположным боком опереться в него. И ноги должны быть немножечко подсогнуты. Потому что если ноги будут прямые, опять же ему будет легко с вас сползти, у вас не будет ресурса, чтобы его подбить. И третий момент. Постоянная тяга руки. Она делается не пошагово, а делается с самого начала броска и до самого конца. Это, наверное, наиболее такой важный момент. Это является и основным контролем при броске. И основным фактором, влияющим на правильное выполнение. То есть вы должны подворачиваться, и рука у вас постоянно-постоянно-постоянно-постоянно вытягивается вперед. Даже во время сбрасывания он тянет вперед. На секундочку вы ослабляете это давление, он у вас оседает, и бросок не получается. Бросок обратной спины вы можете подготовить несколькими способами. Самое простое из них – это просто-напросто загрузить его руками вниз. Как будто вы сжимаете пружину. Партнер, естественно, будет реагировать, выпрямляя ноги. И вам нужно вот этот момент поймать, момент выпрямления его ног. Я его вниз загрузил, руку вниз и отворот обязательно вниз. Рука, которая держит отворот, локоть должен тоже обязательно грузить вниз. Смотреть вниз. Загрузил, дожидаясь момента, пока у него выпрямляются ноги. Вот, загрузил, выпрямляются ноги. Я в этот момент отворачиваюсь. Второй момент. Я могу сделать либо толчок от себя, либо обозначить какое-то движение ногой. То есть, сделать подсечку и вытянуть партнера потом на себя. То есть, я его поставил, толкнул. Соответственно, дистанция разомкнулась. Ему нужна более короткая дистанция. Он начинает подходить ко мне. Я в этот момент отворачиваюсь уже на руку. Можно тренировать этот бросок без партнера с резиной. Тем самым, имитируя тягу рукой. Просто-напросто вы делаете тот же самый шаг, отворачиваясь, и рукой вытягиваете резину вперед. Обязательно условие, что при броске, что при работе с резиной, у вас не должен ваш локоть смотреть вверх. С вами был Лебезов Александр. Подписывайтесь на канал. Рассказывайте друзьям о новой технике. Делитесь впечатлениями. Оставляйте свои комментарии. Для проведения броска через спину мне нужно взять два захвата. Желательно, чтобы этот захват был под ухом, в районе ключицы. Я беру за отворот и сжимаю ку... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова